А вот и он, старый добрый Стёпыч, по старой доброй традиции, опоздал на тренировку. Стёпа, сколько времени? Десять. Давай, чемодан свой накину себе. А мы что, будем что-то снимать, да? Я главный актёр буду, да? Кстати, ты теперь можешь вообще сразу с козырей зайти и сказать, что ты думаешь о нём. Не-не, он заслуженно победил, всё нормально. Давай, Стёпыч, рассказывай, как дела? Допустим, что я ничего не знаю. Мало кто что-то знает, у меня всё сватали во Франкфурт, ну, что я планирую бежать во Франкфурте, потом в Туркестане, в итоге не там и не там. Куда ты готовишься? А, ну, в общем, я закинул лодочки и в Филадельфия марафон согласились меня принять. Там марафон, ну, не сказать что, суперский какой-то, рекорд трассы там, по-моему, 2-13 с копейками у кенийцев каких-то. Что по рельефу в Филадельфии? О, да, там сложный рельеф, наверное, сложнее, чем в Москве. Ну, мне пофигу, мне, я просто хочу пробежаться, закончить сезон. Как у тебя сейчас вообще форма? Ну, вроде нормально, бегаю. Что после Москвы делал? Ну, я эти групповые тренировки проводил. Да это понятно, ты давно тренировался, наверное, капец, группа кенийская. Я, так сказать, новую жизнь начал, тренерскую. Так. Ну, пока нравится, стал этому уделять больше внимания уже, как к работе относиться. Отношение поменял к этому. А по форме твоей что? Да вроде нормально, вроде бежится. Что ты после Москвы делал по тренировкам? Только отдыхал. Блин, я с группы побегивал. Утром там с беговым инстарем тренировку делал там. То с Пашей, то с Ваней. Вечером у меня были групповые тренировки. Я с ними там бегал. Вообще ты после марафона не особо отдыхал? Не-не, я не отдыхал. Но и не сказать, что я что-то там серьезное делал. Вот сейчас планирую эту неделю доделать и следующую такую забойную, объемную сделать. Наконец-то стал тренировки делать, которые мне нужны, а не которые Искандеры нужны. Хочу пробежать на место там. Я не знаю, какая компания там будет. Позарубаться с Кеницыной. Короче, с лидерами будешь начинать. Да, да. И похер, что там дальше будет, да? Ну да. Я не думаю, что там топовые Кеницы будут. Все-таки там деньги небольшие стоят. Что-то около 10-12 тысяч баксов. И что, у тебя получается одна забойная неделя будет под марафончик? Ну да, вот эта, она у меня, такие немного сдвоенные тренировки идут. Вчера я, вчера я ритмовал. Я просто делал по 300 метров там, по 300-200 вот такие короткие куски на протяжении 45 минут. Ага. Но везде надо было каденс крутить в район там 200. По 300 метров я делал с каденсом 200, а по 150 уже где-то 215-220. А сегодня чуть подлиннее отрезки набрать объем в районе 12-14 километров рабочего. Сегодня в марафонском темпе, да? Да, да, да. Понял. Это в каком? По 3.10? Ну да. Как ты вообще сейчас эмоционально себя чувствуешь? Я переживал, что у меня может марафон сорваться, когда вот эту мобилизацию начали объявлять. И я переживал, что границы закроют. Я, получается, подписался на групповые тренировки. И как бы народ не мог кинуть. Поэтому вот там сидел. Эй, ну хорош, да? В нынешней ситуации, мне кажется, все может произойти. В последний момент может быть отказ какой-нибудь. Что будешь делать, если будет отказ? Ну, если запустят в Штаты. Перезимую там. Обычно там ездил в Турцию или Португалию зимовать. Сейчас в Штатах попробую. Когда, получается, ты получил апрув от организаторов, что они тебя пускают? Где-то... В апреле, наверное. В апреле. То есть все это лето, ты жил с мыслью, что у тебя будет международный старт. Это тебя как-то дополнительно мотивировало? Стало тебе интереснее вообще готовиться? Ну вот последний месяц хотя бы. Это помогает отличиться, наверное, от происходящего. Блять, шмель заебал. Опять он где-то рядом. А ты видишь свое будущее в России? Нет. Ну и что-то поменять трудно вообще, но уезжать. Уезжать. Возможно, надо просто рисковать и пробовать, а там будь что будет, как все получится. Потому что я себе до этого, когда вот эта вся херня началась, у меня было несколько пунктов, по которым, типа... После которых я задумаюсь о отъезде, да. Блокировка всяких соцсетей и вот этого всего. Мобилизация в южных регионах. Еще какой-то был третий пункт, о котором я уже забыл, по-моему, YouTube. Блокировка YouTube. Если вот эти все пункты, типа, исполнятся, я дал себе слово, что надо менять локацию. В чем ты будешь заниматься, если ты не вернешься в Россию? Несмотря в какой стране. Не знаю, но, да, тренировать, мне, похоже, это нравится. Получается, ты кайфуешь от того, что другие люди прогрессируют. Чего мне не хватало, наверное. Собственный прогресс меня, как бы, так уже не торкает. А когда ты видишь, что ты можешь помочь своими какими-то знаниями людям, да, теми знаниями, которые ты уже даже не ценишь, ну, ты как бы думаешь, ну, блин, все это знают, и это элементарные вещи, а как выясняется, нифига. Некоторая информация, она полезна людям. Ну, не знаю, это будет основной заработок или нет, может быть, детей тренировать. Вон, я сына начал чуть-чуть тренировать. Если жизнь иммигранта брать, да, не знаю, посуду мыть или что там, доки разгружать или... Доки разгружать? Или смотря где это, да? Привет! Что с ними будет интересно? Как будто бы российскую легкую атлетику ждет еще более бессмысленное существование. Да так и есть что-то. Одним спортом жить не будешь, и это нормально то, что параллельно ты чем-то занимаешься. Степ, как называются эти кроссовки? Метаспитскай? Нет, это неправильный ответ, у тебя есть еще одна попытка. В смысле неправильный? Как называются кроссовки с карбоновой пластиной по мнению Степана Киселева? Да. Первая буква Б. Вторая буква И. Б. Быстробежки? Он еще и обувает быстробежкий. Я на аскепы бегу. Ну зачем такие быстробежки? Давай, давай не будем о грустном. Нет, ну подожди, мне просто интересен, ну, мне интересен контекст. Потому что ты одна из ключевых фигур для российского бега, это во-первых. Во-вторых, ты одна из самых симпатичных мне фигур. И мне интересно просто, вот как вот старый волк нашел новый смысл весной, там международный марафон, вот. Ну, да. Ну вот, поэтому я тебя и спрашиваю, а не потому что я хочу там говна на вентилятор кинуть. Мне интересно, чем ты живешь, вот. Да, я спортом не живу, я, блядь, ну, я учил программирование уже сколько, больше, больше двух лет. Так, подожди, это получается первый раз ты об этом сказал? Да. Опа-на. Да, я планировал поменять профессию, как-то в ту сторону двигаться, чтобы у меня выровнялось, да, и надеялся, что пойдет вот так вот. Но последние все события обернули так, что надо срочно какую-то создавать подушку безопасности, и нет времени на дальнейшее там изучение. Я, не, я продолжаю, да, я начал даже собеседоваться, этот дикий страх собеседования у меня вообще драконен, когда ты сидишь перед людьми и краснеешь, там, отвечаешь, не можешь, вернее, ответить на элементарные вопросы, это как бы жесть. Это бьет по самооценке? Ну, у меня вообще инстинкт самозванца, он дико развит, даже находясь я в своей профессии, в роли бегуна, я себя считал не каким-то там, ну, я считал, что нахожусь не на своем месте, а там так тем более. Ну, волонтерством какое-то время я занимался, мы там сайт для театра делали, понял, что получается, и наш тимлид говорил, все нормально. Ну, это как бы придавало уверенности куда-то туда дальше двигаться. Но вот все так быстро, стремительно у нас развивается, что если сейчас начинать работать программистом, это будет зарплата на первое время маленькая слишком, да, поэтому я активно начал тренировать. А как так получилось, что вот ты, будучи уже ни хера не молодым, не зассал и попробовал освоить новую профессию, причем достаточно много времени на это положил. Ну, меня, во-первых, всегда бесило, когда, ну, излишняя сфокусированность на одном деле. Условно, есть у человека спорт, да, но это не говорит о том, что надо прям вот чисто спортом и жить там, а между тренировками спать и ничего не делать. У тебя есть мозг, он отдыхает, да, и его тоже надо нагружать, и надо заниматься тем, что ты любишь, ну, параллельно. Я жалею, что в 21, там, год я херней страдал. Я вот так вот тренировался только и тренировался. Ну, наверное, все потому, что у меня был тренер, который, ну, считал, что спортсмены, они должны быть только спортсменами. Ну, и второй фактор, наверное, тогда еще интернет не был наполнен таким количеством информации, откуда. Тогда еще нельзя было в интернете учиться. А сейчас это можно все. И ты выясняешь, что у тебя куча времени, и только от мотивации зависит. Готов ты там в 6 утра вставать и что-то учить там до тренировки, либо наоборот сходить на тренировку, прийти уставшим и сесть за комп, и что-то изучать новое. Это от мотивации зависит. Единственное, я раньше думал, что это типа стезя математиков каких-то, а потом понял, что это настолько обширная сфера, что, наверное, каждый может себя найти там, если, опять же, имеет мотивацию. Такие вопросы, конечно, говорят. Мне тренировку надо делать, а не вот это все. Это за пивом делается. Берутся бокал пива или вина, садишься и беседуешь на эту тему. А когда мы с тобой возьмем бокал пива и побеседуем на эту тему? Да, блин, в любой момент. Ладно. Просто в Киргизии хрен найдешь нормальное вино, нормальное пиво. Поехали? Поехали. Поехали. В Киргизии бегал, работы какие-то, они всегда были либо в темпе, либо тише. Но приезжаешь, спускаешься с гор, ты бежишь. Быстрее даже. Тут главное, чтобы мышцы выдержали, связки выдержали. У меня чаще всего там заболит, тут заболит. Ты потом бегаешь, хромаешь, становишься кривой, косой. Как? Это и 58. Гаун, вперед, блин, в марафонском темпе. Не, сейчас сбавим. Тринам-трик. Чуть збавить надо. Сколько было? 3,0. 3,0. 5,0. Сколько было? 59. Вся, надо сбавлять. 2,0. 2,0. 3,0. 3,0. 3,0. 3,0. 3,0. 3,0. 4,0. 4,0. 4,0. 5,0. 6,0. 6,0. 7,0. 7,0. 8,0. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А, блядь. Что? Не добежал? Не, лишнее пробежал. Не страшно. Десятый был? А? Десятый был? Да. Ох. Уже тяжко. В такой момент думаешь, нахрен все это надо. Может быть прекратить? Закончить? Зачем тебя мучить? А по факту это вот тот момент, до этого все была прелюдия, а вот сейчас пошла работа. Редактор субтитров А.Семкин Длинная одна. Не, это... Это нихера не марафонский там. Как так человек, который никогда не перерабатывает, не может сбросить? Не, ну я не перерабатываю, наверное. Иначе бы у меня в ухи закладывать начал. Вы просто поактивнее работаешь, чем собирался, да? Ну да. Просто я на этот каденс долбанный смотрю, и уже раз начал, ритм надо оставлять прежний. Редактор субтитров А.Семкин Ну че там? 56. Степа, у тебя сколько была самая объемная работа по штуке? Раз 20 ты делал? Да, 20 делал. Когда это последний раз было? В 20-м... Нет. В 19-м году. Нет. В 20-м. Когда Искандар первый марафон выиграл. Ага. Я тогда готовился и травмировался. До тех пор он столько не делает. Ты все равно заминаешься. Да давай, блядь, 2 километра замнешься. Блин, в быстробежках не заминаются. Так у меня есть твои красотки на спине. Быстробежки, блядь. Блядь, блядь. 55. Много очень повторов ты сегодня сделал. Хорошо, что не 20. У меня бы травма была, если бы ты 20 сегодня сделал. Блин, ну... Обычная пробежка, блин, обычная, скучная, блядь. У меня тем более у одного. 14 раз по 1000. Отдых где-то минуты полторы, да, у тебя был? Ну да, отдых я даже так не регулировал, не контролировал. В целом где-то по 3.01, наверное, по 3.0 в среднем. Просто бежишь, бежал. Но я больше смотрел на каденс, чтобы у меня ниже 190 не уходил и ритмовал. А в чем прикол каденсов держать? На тресках подписчиков в чем прикол каденсов держать? Ну, я вот сейчас что-то решил последить за этим показателем. Посмотрел статистику, когда я бежал, последние марафоны, и мне не нравилось то, что я не мог долго бежать на каденсе где-то 185 мне. Мне хватало на километров 12, может быть. Что такое высокий каденс тебе дает на марафоне? Ну, вначале ты бежишь как бы за счет мощности, как бы ты можешь себя выталкивать, а потом ноги устают, мощность теряется, и ты начинаешь компенсировать это за счет каденса, то есть повышать, укорачивать шаг, но почаще. И ты хочешь сразу укорачивать его дальше? Нет, нет, чтобы у меня подольше хватало, потому что все равно есть некое проседание. Ну, это я пробую, знаешь, так, блядь, нашел, когда пробовать, уже заканчивать надо, может, последний марафон будет? Экспериментируйся. Последний марафон? Ну, кто знает. Мне страшно загадывать дальше, чем на три месяца. Нет, на три месяца это тоже нормально, такой горизонт планирования. Давай я мешок-то возьму. Все, тренировка окончена.